Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своем уходе за лицом с торговой маркой Клорена, которая является одной из моих фавориток в профессиональной косметике. Я совершенно случайно с ней познакомилась, но она сразу же засела в моем сердце. В общем, я могу сказать, что это не вся линейка косметики, то есть я для себя подбирала то, что подходит мне. И сейчас покажу те средства, которые есть у меня, и в общем-то они являются моими фаворитами, и я даже не знаю, чем их можно было бы заменить, если у меня их не будут. В общем, рассказываю, что же спасло мою кожу еще где-то год назад. Значит так, вот эти все средства, они у меня в профессиональном объеме. Я их покупаю в основном на выставках косметики, и там они в принципе есть и для домашнего ухода, но я в основном предпочитаю брать большие объемы, чтобы это, во-первых, выгоднее, и я точно знаю, что они у меня не пропадут. Значит так, начнем с первого, с чего я познакомилась с этой маркой. В общем, у них на сайте была акция, можно было прислать свои данные, а они тебе в ответ пришлют пробники с продукцией своей, чтобы ты с ней ознакомился. Ну, я написала, мне они прислали, в общем-то, началось мое знакомство с вот этого вот крема. Они мне прислали его 30 мл. В общем-то, для пробника это довольно много. Но я знаю, что эта фирма еще во многих коробочках ложила этот крем, стил селс-кремом. В общем, это крем со стволовыми клетками. И в общем, я в принципе, ну как бы получила этот пробник, но как бы не было так, что вот, и сразу захотела им намазаться. Но как-то пришел такой вечер, и я думаю, почему бы мне его не попробовать, потому что все мои крема, которые были тогда, как-то мне не нравились, и я не хотела ими даже мазаться. В итоге намазалась я вот этим вот кремушком. А у меня была очень сильно обезвоженная, шаушащаяся, и много было постакне, просто каких-то незажитых прыщиков, которые, кожа была красная, воспаленная. И было очень сложно восстановиться, потому что она была очень обезвожена разными иссушающими средствами. В общем, я им намазалась так щедро, хотя и вообще увлажняющими кремами не пользовалась. И в общем, ну легла я спать. На утро я просыпаюсь, моя кожа не то чтобы преобразилась, она просто абсолютно была новая. Я просто себя не узнала в зеркале, потому что она настолько напиталась за ночь и восстановилась, и в общем там все шелушения ушли, все покраснения, в общем прыщики, как будто бы тоже все позаживали. В общем, это единственный крем, который сотворил чудо с моей кожей. Я даже такого не ожидала, что был такой ошеломляющий эффект. Просто это на самом деле единственное средство, про которое я могу сказать, что она сотворила чудо с моей кожей. И в общем, тот маленький пробничек, который у меня был, я им пользовалась, наверное, может быть недельку, может быть две. В общем, моя кожа его выпила, потому что она была настолько обезвожена. И я даваю к ним звонить, говорит, что мне очень нравится, и я хочу еще один пробник. Ну, естественно, уже такой акции у них не было. В общем, попробую, надо покупать. В общем, я пошла уже на ближайшую выставку и купила вот этот вот крем, который я пользовалась в основном зимой. Ну, он больше для зимы, конечно, подходит, но сейчас я думаю, что буду им пользоваться почти чуть-чуть и летом. В общем, он у меня используется как дневной крем. Здесь 150 мл, о нет, 200 мл. То есть, сами понимаете, что для крема для лица это довольно много. Но я могу сказать, что у меня здесь его уже осталось вот столько. Я им пользуюсь с сентября. Сейчас февраль. Вот. И только по утрам. То есть, это у меня такой дневной крем. У него отлично ложится макияж, он отлично увлажняет кожу. С ним она просто чувствуется прекрасно, напитанная. Не обезвоженная. В общем, он заживляет прыщики, поры не забивает. В общем, в принципе, обалденный крем. Я не знаю, как я без него раньше жила. В принципе, это чудо-крем, который улучшил мою проблемную жирную кожу в лучшую сторону. То есть, в общем, кто не боится, можете попробовать вот такую вот фирму Клорена. Особенно те, кто в Украине. То есть, можете попросить пробничек. Я думаю, что, возможно, вам подойдет. И это будет такое же спасение, как и у меня. В общем, дальше. Дальше я даваю читать больше при их разной серии, что же можно еще попробовать, чтобы оно мне помогло. Но у них также есть и специализированная серия для жирной и проблемной кожи. И вот с этой серии пока что я себе купила только маску, которая называется балансирующая маска для жирной кожи. Она глиняная. Ее надо держать где-то около получаса. Но она абсолютно не сушит кожу. Она ее увлажняет, но при этом воспаление, она как бы на них влияет. Подсушивает на поры, влияет на прыщики, на все вот эти неприятности, которые бывают у проблемной кожи. В общем-то, маска очень приятнейшая. Такая белая, немножко как кремовая, но при этом она здесь есть глина. Каолин на втором месте. Но она вообще не сушит кожу и не стягивает. Даже если вы с ней просидите долго, она не высохнет на вас. Чуть-чуть начнет высыхать, но при этом она, если вы смоете, то кожа не будет как бы стянутая. В общем, я очень довольна этой маской. На лето я себе планирую купить крем с этой же серии для жирной кожи. У меня был пробник, мне он понравился. Но на зиму я пока что пользуюсь вот этим. Поэтому на лето обязательно куплю с этой же серии для жирной кожи себе тоже крем такой же 200 мл. В маске тоже 200 мл. В общем, хватает ее надолго. Я тоже ее уже пользуюсь где-то с весны. Но ее здесь еще, может, половина. Она довольно экономная. Я ее делаю раз в неделю где-то. Может, реже, может, чаще, как получается. В общем, очень довольна. Из всех глиняных масок это тоже моя фаворитка. В общем, это польская фирма. Но, не знаю, мне прям очень нравятся продукты этой марки. Поэтому я решила с вами поделиться. И тоже из последних приобретений это вот такой вот пилинг. Он, по-моему, как бы с игрой. Что такое? Ну, короче, не важно. Даже анти-эйдж, как видите. Но на самом деле он вообще не анти-эйдж. В общем, это все так. Я его использовала еще не очень много. Но могу сказать, что он очень хорошо скрабирует. Кажется, что здесь внутри вообще нету скрабирующих частичек. Но на самом деле их там есть. Их там очень много. В общем, тоже осталось довольна этим пилингом. Тоже из всех пилингов, что я пробовала, он меня абсолютно не разочаровал. Думаю, его хватит мне надолго. В общем-то, осталось тоже довольным. И то, чем я пользовалась всю зиму, это вот такая кислота миндальная для жирной кожи, которая предназначена, ну, чтобы раскрывать там поры, их чистить. И, в общем-то, те, у кого проблемная жирная кожа, они знают, для чего используют кислоты. И она очень хорошо влияет на разные застарелые пятна. То есть, выглядит она вот так вот. Вот эта штучка здесь откручивается. Единственное, что вот, например, по упаковке, она, в принципе, у меня сломалась. То есть, вот так она открывается. И просто вот здесь надо, ну, как бы открутить здесь пипетку. В общем, одной рукой мне неудобно. Ее надо было наносить где-то от 5 до 10 минут. Мне она додержала 20, но потом у меня были очень сильные шелушения. То есть, она такая довольно сильная. Так как это не любительский уход, это все-таки профессиональные, с фруктовыми кислотами. Вот написано. В принципе, я осталась довольна, сделала ее курсы. Надо делать это по 10 процедур. То есть, мне хватило ее на 2 курса, даже чуть-чуть больше. То есть, в принципе, такая экономная штучка. Потому что, в принципе, косметологи предлагают такую процедуру, ну, как отдельную процедуру, за немаленькие деньги. А здесь, если вы хотите просто и знаете, что ваша кожа хорошо воспринимает кислоты, вы можете просто купить вот этот вот пилинг кислотный и самой сделать себе зимой, как бы, курс таких вот кислот. В общем, вот такое вот у меня было знакомство с этой маркой. Я осталась очень довольна и буду продолжать пробовать и узнавать про какие-то новые продукты и обязательно их покупать. Ну, следующая покупка, это будет крем для жирной кожи. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Советую все-таки присмотреться к этой марке, у кого есть возможность такая. Вот. Все. Спасибо всем за присмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok